Я хочу представить дорогих радиослушателей, вернее вам дорогие радиослушатели, наших гостей. Никал Маркарян, барабанщик, перкуссионист группы Pulse Band. Никал преподает игру на барабанах и кахоне в городе Новочеркасске и в креативном пространстве Start. А также Олег Долгов, гитарист, вокалист, ну в общем человек, который имеет непосредственное отношение к группе Pulse Band. Ну что, привет, ребята. Привет. Ребята, можно поближе к микрофонам, абсолютно не стесняясь. Пока, я думаю, вам музыкальные инструменты прямо сейчас не понадобятся, мы будем к вам приставать с вопросами, интересоваться. Есть наш номер WhatsApp и Viber 899-440-4715 для ваших вопросов. Итак, Екатерина сказала ритмотерапия. Вот это вот какое загадочное слово. Да, будет совсем скоро, не в Ростове, а в городе Новочеркасск. До Ростова тоже доберемся. Да? Отлично. Ну, расскажите, что за мероприятие, чтобы наши радиослушатели знали и уже собирали, покупали билеты в Новочеркасск, запасались бензином, чтобы туда добраться. Точно. Мероприятие состоится 29 июня в креативном пространстве Start Новочеркасске. На нем я буду рассказывать про специфику музыкального инструмента Cajon, на котором я играю в группе Pulse в рамках концертов группы Pulse акустического формата. Никол, вот сразу. Дорогие радиослушатели, обычно наши гости сидят на стульях. Мы им любезно их предоставляем. Но сегодня пришел Никол и такой говорит, а зачем мне вот это вот красное создание? Я буду сидеть на своем. Да. И сегодня Никол пришел со своим, ну не стулом, а инструментом. Инструмент. Вот это есть Cajon или это не Cajon? Это есть Cajon, да. Сыграть акустический концерт где-то в Краснодаре. Мы там играли для какого-то журнала. Ну, для, понятно, какого, мы не будем говорить. Не будем, не будем. Нет, не будем. Была интересная тусовка такая, то есть было несколько сцен. На одной сцене была громкая музыка, на другой сцене были мы, на третий диджей. Вот мы играли тихую, спокойную музыку в две гитары и Cajon очень отлично сочетается с акустикой, с гитарой. Вот как раз-таки к гитаре у меня и есть вопрос. Олег, вот пришло время теперь вам рассказать. У вас вполне себе классический, замечательный. Ну, если что, пузырь тоже спрятать в ней можно. Ну, да, да. Тут, как говорится, зависит, опять же, от предпочтений. Вот, вот. Расскажите, пожалуйста, вот как вам, в принципе, гитаристу, вот с таким вот человеком, который на ящике сидит, там что-то вот музицирует, как играется вообще? Ну, на самом деле, акустическая гитара лучше сочетается с Cajon, как по мне, чем с барабанной установкой. ЧТД. А, вот так, и не придерешься. Как бы акустические инструменты и тоже акустические инструменты, а барабаны без подзвучки, к сожалению, не очень благостно звучат. Не очень то. Не очень то. Ну, ребята, давайте тогда для тех, кто еще не в теме, кто вдруг первый раз слышит Pulse Band. Что за группировка, что за музыкальное сообщество. Вообще, вот, как я поняла, две гитары и Cajon. Вы выступали уже в таком формате. Процитировать прямо Александра Васильевича Маслякова. Для чего? Для кого? Pulse Band. Мы играем кавера, но не запопсованные, не распространенные кавера, типа там Хали Галли, Ленинграда, Лабутене. Но играем каверочки на западных исполнителей. BB King, Clapton. Список довольно-таки большой, интересный. Кавера со вкусом, мы так себя называем. Никол, ты еще указывал, что ты можешь по скайпу преподавать. Могу, да. А чего ты преподаешь? Вот, на игру на кахоне? На кахоне, да. Ну, то есть технику, базовые приемы, уроки и биты, стили, в которых можно играть. Подскажи, а насколько востребован сейчас вот сам по себе кахон? То есть это уже массовое явление или все-таки более элитарный инструмент? Отличный вопрос. Мне кажется, это тренд среди музыкантов, да, потому что, во-первых, он обладает мобильностью, да, во-вторых, приятным звучанием, благозвучный такой. А в-третьих, к нему производится масса различных аксессуаров, которые дополняют его. И, к слову говоря, недавно проводился немецкой фирмой, вот, конкурс специально для музыкантов, играющих на кахоне, я занял там 12 место. Кахон батл. Слушай, вот это круть. На европейском уровне, то есть ты себя зарекомендовал уже как ребят, а мы тут рулем. Было 150 участников, говорят, что его придумали в Перу, говорят. А как придумали, говорят, тоже есть легенда, типа, африканские рабы ходили с ящиками для фруктов, видимо, фрукты сгружали и потом играли каким-то образом на ящиках и отстукивали ритм. Друзья, расскажите, пожалуйста, в ближайшее время, кроме ритмотерапии, планируются ли у вас какие-то выступления где-нибудь в Ростове, в других городах нашей области, если можно, то где, когда, рассказывайте. Ну да, мы стараемся выступать, играть как можно чаще, каждый выходной мы, в принципе, где-нибудь играем, ездим в Ростов, в Краснодар, в Сочи, по краю, по области. В августе собираемся сделать столичный трип, да, типа Москва, Питер. Вау! Дорогие радиослушатели, мы сегодня выложим все ссылки на ребят в наших социальных сетях, и вы сможете подписаться и следить уже более подробно за афишей ближайших концертов. Делают они это регулярно, постоянно, как видите, на выходные заняты, и это значит, что на выходных можно ребят всегда послушать. Дорогие радиослушатели, только для вас, не для нас, поймите, только для вас мы ребяту просили композицию воспроизвести на нашей волне 89.4, и очень-очень ждем. Ну что ж, молчим. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...